Поликлиника номер 3 расположена в самом центре большого микрорайона. Сюда за обслуживанием и помощью обращаются не только жители Южного, но и люди с Вульки и других близлежащих территорий. На входе у каждого из посетителей измеряется температура, и только после он может пройти дальше. Людей достаточно. Отвыкший залетый человеческий организм даже после легкого переохлаждения претерпевает серьезные последствия. Насморк, кашель, которые при отсутствии должного лечения могут перейти в более сложную форму заболевания – грипп. Привычная кампания в нашей поликлинике началась 8 сентября, и вот на сегодняшний день у нас привито 2525 человек из средств республиканского бюджета. Кому нужно прививаться? Прививаться нужно в первую очередь лицам пожилого возраста, то есть взрослым старше 65 лет, детям в возрасте до 2 лет, беременным женщинам, женщинам, которые находятся в первых двух неделях после родов, лицам с иммунодефицитными состояниями, лицам с патологическим ожирением, ну и также лицам с хроническими заболеваниями, то есть камамбидным пациентам. Одними из первых свой выбор в пользу прививки сделали медики. Им приходится в это время сложнее всего. Работа с приболевшими пациентами, по их мнению, не должна повлиять на собственное здоровье. Прививаюсь я ежегодно. Процедура эта совершенно безболезненная, которая приводит к минимальному риску заражения гриппом, избавляет меня от лишних симптомов, и к тому же экономит мои деньги, что немаловажно. Сделать инъекцию сегодня можно в поликлинике по месту регистрации. Специального обследования или медикаментозной подготовки перед прививкой не требуется. Все вакцины против гриппа при поступлении в республику проходят жесткий контроль на соответствие качеству и безопасности. Каждая партия проходит проверку. Как правило, прививка начинает работать в течение двух-трех недель после проведения процедуры. Ее эффект длится в течение года. Вакцинация против гриппа – самый эффективный и наиболее оптимальный метод профилактики. Ведь всегда легче предупредить заболевание, чем в последующем его лечить. Почему именно профилактика и кому она нужна? Привившись, организму сенсибилизированному будет легче бороться с инфекцией. Таким образом, если даже человек заболеет, то он, возможно, перенесет грипп в очень легкой форме и избежит этих осложнений, таких вот как пневмония. Те, кто только собираются пройти вакцинацию, могут получить необходимую информацию в учреждениях здравоохранения города, а зачастую там же провести необходимую процедуру.